Итак, всем привет! Поговорим о Moment 1. Microsoft продолжает улучшать это обновление и выпустила сборочку под номером 22621754. Обновление, связанное с безопасностью, по сути, включает качественное улучшение. И мы поговорим сегодня о основных изменениях. Обновление включает все изменения Windows 11 Moment 1, доступном в обновлении KB5019509. Это Build 675, который вышел. То есть вкладки в проводнике включает, функция предлагаемых действий, новый интерфейс пункта открыт с помощью и переполнение панели задач. Все это включено. То есть, видите, в эти вкладочки. Новое. Добавлена новая форма согласия для тех, кто участвует в программе Windows Hello. То есть это биометрический вход в нашу систему. Face и Fingerprint. То есть, либо по лицу, либо по отпечатку пальцев. Либо и то, и другое. У вас появился новый выбор в отношении ваших биометрических данных. Вы можете продолжать хранить свои биометрические данные или открыть параметры, чтобы удалить данные, если вы не использовали лицо или отпечатки пальцев. Для аутентификации более 365 дней. У вас также есть эти возможности, если вы обновились до Windows 11 и еще не видели новый текст. Hello, Learn More Privacy. Новое. Добавлены улучшения в работу с учетной записью Microsoft в меню параметра. Давайте мы зайдем теперь. Параметры. Учетные записи. Вы можете управлять подпиской на Microsoft OneDrive и соответствующими уведомлениями об облачном хранилище. То есть, прямо отсюда. У нас этого нет. Потому что у меня нет подписки на OneDrive. Из новых. Улучшенное визуальное оформление поиска на панели задач. Это я не наблюдаю улучшения поиска. Видимо, тот поиск, про который мы недавно с вами в предыдущих видео говорили, оно недоступно сейчас мне. Оно разворачивается для некоторых пользователей. Данная сборочка находится в круге релиз-превью. То есть, если вы участник программы Windows Insider, вы можете зайти и обновиться, включив VPN, если вы из России или Беларуси. Далее и снова улучшены возможности резервного копирования при использовании учебной записи Microsoft. Некоторые устройства могут заметить визуальные изменения. В начале улучшения доступны для небольшой аудитории. То есть, это вот у меня тоже этого не будет. В последующие месяцы будут внедрены более широко. Это касается и поиска, и резервного копирования в Microsoft учетной записи. Новый добавлен диспетчер задач. Контекстное меню при щелчке правой кнопкой мыши на панели задач. Оно добавлено, но в ближайшие недели будет развертывано. А также исправлено множество проблем, связанных с самой системой. Данное обновление это релиз-превью. Я уже объяснял, что такое круг-релиз-превью. Это ранний доступ к финальной версии обновления, к накопительным обновлениям, к обновлениям Microsoft Night Framework. Вот номер сборочки у нас. Сейчас давайте посмотрим. А система? 754. Как видно. Будем следить за Moment 1. Moment 1 вышел, но он улучшается. Время от времени он улучшается. Как и любая финальная версия Windows, Microsoft внедряет новые функции. Видимо, так выглядит новая стратегия Moment от Microsoft. Постепенно внедряются визуальные изменения, новые функции. Лайк, подписка, комментарий. Увидимся в новых роликах. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok